а точнее йо-хо-хоу 1 январские мои ребята дорогие мои хорошие знаешь привет дружище подружище тарковчушка тарковчанин тарков чехи знаешь с тобой как всегда и у тебя шумору добро пожаловать в escape from tarkov 1 январский прежде чем мы с тобой начнем значит смотреть знаешь ты погружаться в мое видео как говорится да спасибо тебе первых за лайк а во-вторых хотел бы у тебя узнать как у тебя прошло встречу значит нового года как у тебя прошли события расскажи мне очень интересно поделись со мной поделись со мной как как вообще было ли что-то интересное кто-нибудь подрался нет там дед мороз пришел пьяный нет какой было видит порос знаешь буду тебя читать знаешь полностью вот а сегодня я покажу тебе различные события интересные знаешь что я недавно что практически под новый год нашел слабое место босса не ты удивишься может быть а может быть и нет но я тебе покажу как делать все быстро как качественно значит воевать в эту игру знаешь что серия будет насыщенная поэтому давай лайк знаешь ты погнали короче поехали события совсем недавно прием прям экстренное включение а точнее прямое включение знаешь дамы и господа с тобой как всегда я у тебя шумуру я являюсь диким я являюсь диким потому что мне нравится являться диким значит сегодня дружище я хотел бы поиграть с тобой в тарков значит посмотрел предыдущую серию по таркову да и я понял что ты хочешь еще ты ставишь свои лайки а когда отец виде знает что отцу ставят лайки отец продолжает понимаешь отец продолжает шарандашить как говорится сегодня я тебе расскажу поделюсь с тобой своими впечатлениями которые я сделал об игре поиграя еще чуть больше да с момента нашего предыдущего видео значит так мне очень понравилось играть за дикого понимаешь мне очень понравилось играть за дикого потому что это во первых а не не риски до небольшие риски для того чтобы соответственно не потерять луда ты всегда играешь в плюс по сути из-за дикого можно шарандаш и чувака отбирать их лут и выносить собой понимаешь единственный минус и своеобразный челлендж а знаешь нашего с тобой приключения за дикого является то что тебе могут дать говно пушку но это не проблема сегодня я хотел бы с тобой отыграть полную каточку как говорится за дикого и убить все что я вижу понимаешь многие ребята мне пишут горячим мура я хочу больше экшена понимаешь а я горит хочу еще больше экшена мне не хватает жизни секса и когда говорит я вижу на экране я я говорит смотри боевики когда мне не хватает секса это странно кстати но говорит я хочу экшена сейчас секунду здесь есть дикие убиваем все что видим значит да лутаемся по максимуму покажу тебе секретную нычку на карте а развязка если найдем к новогодним и если найдем знаешь с тобой келу будем убивать босса келу да то есть я уже за дикого убивал тебе келу да я хочу еще поубивать босса келу поэтому ухожу сейчас за дикого на развязку шарандаш все что вижу но шарандашу аккуратно магазин почти полный но есть по поводу escape from tarkov да ты знаешь эта игра почему-то стала одной из любимых у меня сейчас да я не знаю почему да то есть есть у нее свои минусы свои плюсы но как бы вот разработчики выпустили последний оптимизированный патч да я отключил значит играю только на физических ядрах в эту игру и я получаю удовольствие у меня стабильный подсоточку fps у меня офигенные эмоциональные ощущения от игры то есть я не знаю игра засосала меня выимаешь и вот как бы продолжаю снимать посмотрим что будет дальше посмотрим что будет дальше но так как разработчики как я вижу потеют и стараются я не думаю что эта игра обосрется возможно ты знаешь 2020 год будет годом я не понимаю что происходит там чего кашники где-то трахаются друг с другом ай-яй-яй-яй-яй-яй игры если разработчики сделают все правильно потому что поддержка сейчас у игры есть как говорится да но я имею ввиду медийная то есть это очень хорошо то есть когда мы есть поддержки разработчики ничего не платят да то есть я сам снимаю эту игру потому что она мне нравится то есть у меня нет никаких там партнерских и скажем так продвигательных отношений с этой игрой мне просто она нравится поэтому я в ней играю ты знаешь сейчас на горизонте вообще на самом деле игр не так много до которых ты можешь почувствовать удовольствием если по чесноку ну а что сейчас играть во что сейчас играть там папки под заебали здесь тебе такое такие приключения блин таркови да в нее можно играть есть там другие игры которые тоже под заебали которые вроде бы старенькие ждем новиночек как говорится да но пока тарков вот у меня превалирует на первом месте как говорится вот возможно это видео выйдет после нового года я даже не знаю что я тебе там за сюрприз подготовлю на канал вот потому что снимаю я сейчас до 30 числа как говорится вон и поэтому расскажи мне что там тебе понравился и вообще сделал тебе там расскажи расскажи пиши мне пиши мне пиши мне чаще давай поговорим с тобой обо всем слышь там шарандаш кого-то убивают аккуратненько идем на картонах дам советы новичкам играй больше за дикого играй больше за дикого потому что это всегда шанс урвать хорошую добычу до пристреливайся старайся больше стрелять в этой игре очень важно понять стрельбу плюс персонажи прокачиваются до прям близко очень прям близко ходит лутай всегда куртки куртках могут быть очень дорогие ключи которые ты продашь получишь удовольствие блять рядышком прям там чего каждый какой-то их настреливать либо пошел пошел маленький знаешь я тут тебе всякие разные контрасты выкручивал на видосах да ну ребятам не понравилось этом перри пережистил конечно со всякими фильтрами на видео чтоб тебе поярче было сейчас вот сделал более-менее нормально не знаю темно тебе будет не темно еще поэкспериментирую чтобы тебе как говорится глазу твоему было комфортно до наблюдать за геймплейчиком вот и мне рассказывай чё там чё там нового у тебя все-таки как бы новое это всегда хорошо 2020 год блин 2020 год охереть понимаешь какой он большой этот 2020 какой он большой длинный год крысы а сколько тебе надо извинить меня окружаем говорит под так не окружают успокойся пацаны окружает он отлично им к ты сейчас мы эту разгрузочку заберем значит мне 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 пойдет что не вроде нет нормально есть время вроде не до выкидывайся маленький сейчас подожди у меня напряженная ситуация я бы с тобой попиздил бы очень много но если как говорится тебя жмут могут сжать плотно понимаешь работаем значит идет по колючке а вот вот он спокойно спокойно около половины патронов так здесь может быть что-то вкусное слышь прям прям жмут меня ёб твою медь они они прям они прям лезут отовсюду или уже все один точно здесь стоит дед да господи господи нет они нормально вот это я дал жару а у меня рука повисла анимация не до проигрывала к сожалению на кадре остановилась багулька багулька анимация не до проиграла потому что я сделал какие-то быстрые действия а вот какие неизвестны надо это потестить разрабам там еще примерно 10 кадров осталось до проигрывания окончания анимации пушки сейчас мы показываем жалко в голову не попал ланар тихо да что это за хрень я еще кого-то слышал тут же еще дикие челоботы как бы играют да и игроки за диких поэтому тут неизвестно чего ждать могут влиться как бы в толпу но знаешь диких как бы им прикидываться дурачками рашить кого-нибудь такое полива ну иди сюда я готов позиции в игре кстати очень много ты можешь из-за разных уголков из-за разных соответственно препятствий выглядывать да ты можешь и из разных там я не знаю щелей постреливать если ты знаешь позиции да вот опытные игроки они реально тебе скажут если ты знаешь позиции да то есть грамотные где тебя плохо видно ты просматриваешь определенные места до определенные там респауны точки откуда пойдут ребята с респауны и так далее ты соответственно будешь шимбинить как говорится в эту игру он там сам собой что ли ведет беседу дружно реально чувак сам собой а это челоботик был числа ну меня ты прикинь маленькое вонючая еще что-то придет чувствуешь какой экшен вот сейчас за дикого стараюсь прям по экшену чтобы чтобы прям нравилось это прям очень круто да хватит мы уже и так стоит столько всего услышали обо мне не забыл братишка закинул в ответ чё говорит забыл кто тебе батон в буту в будку закидывает сейчас приключение у нас здесь даст бы говорит чё-чё братишка забыл кто тебе батон в бутку закидывает а я с рандо ска моя маленькая фразы здесь конечно эпичные эпичные в escape from tarkov самый проработанный это звук это очень круто над звуком конечно классно пара пара продумано все ну анимация первого лица неплохие да но видно что анимация первого лица тоже сделаны ручками но ручками красиво грамотно профессионально вот от третьего анимации мне не нравится но я уже тебе говорил об этом с ними надо что-то делать мне интересно можно ли им синхронизировать root motion да то есть было бы охуенно когда ты чувствуешь как нога скажем так становится на поверхность да как бы можно комбинировать конечно root motion с этим но я не знаю какие здесь системы синхронизации у разработчиков как они работают грамотно или неграмотно как говорится но было бы круто потому что когда бежишь рядом с другом кажется что у него палка в заднице или знаешь наоборот или он просто плывет по земле как как-то это странно вот этот вот единственный момент который прям такой бросается в глаза так все шикарно вообще принципе ну еще освещение да и рендеринг освещения то есть всякие кружки появляются засветы то есть вот это тоже мне не очень нравится но это ладно так значит что у тебя внутри молодой человек когда лутаешь трупы тоже нужно соответственно войти прямо в него понимаешь я знаю это может быть показаться странным как говорится но когда ты входишь плотно в кого-то в этой игре ты чувствуешь себя в безопасности понимаешь это безопасное вхождение вхождение крался блять маленьким и сейчас я прислушаюсь еще чуть-чуть а то знаешь когда пиздишь порой вот можно не услышать чего-то нужно слышать каждый звук так вот так вот надо пролутать полностью этот рейд мне кажется по зачищать так и пополучать удовольствие давай наверное сделаем вот так это я заберу выпавшку заберу где у нас выпавшечная так вот они выпавшечные патрики возьмем емельку емельку присунем вот сюда около половинки это мне не нужно теперь магазин полный но мне кажется что чего кашник либо свалил либо лутается наверху в тех на магазине то есть здесь есть магазин эти хочу тебе показать его где спаунится видеокарты тетрисы и так далее то есть шанс полная невысокий потому что бегаешь сюда и часто не замечаешь этого либо кто-то их пиздит как говорится но тем не менее он имеется в виду то есть да у тебя есть шанс вынести видеокарты видеокарты вещь дорогая видеокарта нужны для фирмы биткоинов соответственно чтобы фармить битки а битки потом продавать но это я тебе надеюсь покажу все как бы что и как сейчас как раз занимаюсь убежищем и у меня идет строительство биткоин фирмы видеокарты которые выношу не продаю для того чтобы соответственно меня было все на ферме и говорится так здесь я не заберусь ты кого не слышишь если кого-то выпускаю напиши мне тоже на видосе чтобы мы с тобой чувствовали блять упускаю я кого-то или нет развязка карты интересная но здесь очень может быть много крысиков понимаешь очень ты можешь не ожидать вообще то есть ты думаешь что допустим блять я все зачистил да ты такой герой героический как бы все охуенно ты все зачистил всех убил все повоевал у тебя полный инвентарь лута подбегаешь там я не знаю полутать труп или открыть какой-нибудь ящик бам и все откуда где ты спросишь что это за хуй что 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 происходит почему что в этой жизни не так что я делаю не так почему его не заметил а он в это время сидел где-нибудь в дальнем дальнем темном углу или близком наоборот углу которой ты не чекнул свое время и это сука печалит но год крысы как бы как говорится такие игроки тоже есть у каждой знаешь чем escape from tarkov еще интересен ну вот мне например да лично то что здесь можно в любом стиле играть до хочешь играй там я не знаю как крыса ванюши там взял себе снайпу взял еды с собой на рейд сидишь все эти там это 30-50 минут рейда с этой снайпой кого-то убил кого-то не убил ждешь пока все игроки например выходят и такой лутаешь трупы как мародер да это я называю стиль мародера есть игроки которые агрессивные игры до бегут по всей карте все расстреливают как бы им срать то есть они умерли они снова перри гир переодевают как говорится и снова убивают как бы просто они играют в шутан им срали они убивают все что увидят как говорится и все это это их стиль есть игроки которые только лут ищет они стараются избегать понимаешь всяких вот этих вот столкновений они они сами боятся каждого шороха они играют за лутом им нужен лут они хотят обогащаться такие игроки обычно бегают с дешевым пистолетом либо вообще стопором и играют соответственно чисто фармят лут забивают себе подсумок а там убьют я не знаю кого нибудь бота либо снимут с трупа рюкзак который есть идут дальше соответственно лутаются 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 приходят домой как бы все это выкидывают и снова побежали их убивают им похер они типа ничего не теряют да они зашли на рейд там я не знаю с говеным пистолетом который практически ничего не стоит там с одной обоймой лишь бы убить какого-нибудь я не знаю ботика вроде ничего не слышно скорее всего техном магазинчик уже залутан у нас вот и в такой стиль есть игры поймаю но я этого не понимаю естественно как бы чисто за лутом ходить но это такое удовольствие все-таки интересно по выживать повоевать там я не знаю как бы понятно если у тебя бабла вообще нет там у тебя пустой инвентарь можешь взять то что есть как бы и побежать но это уже другой вопрос когда у тебя нормальный инвентарь ну смысл бегать за лутом кому-то это интересно тоже тут судить никак нельзя понимаешь потому что у всех я говорю свой стиль игры в этом этом это прекрасно тебя не ставят в жесткие условия игра да знаешь вот как обычно нет видео как обычно знаешь бывает типа в играх вот есть четкие правила и все играют только по ним нет правила здесь ты выбираешь себе сам как тебе играть в каком стиле с какой пушкой с какой одеждой что ты хочешь делать как бы накатки там и так далее какие у тебя и ты всегда ставишь себе цель сам это очень интересно многие меня спрашивают шумура в чем суть игры суть этой игре выживать повышать свое мастерство скажем так выживальщика и соответственно наращивать богатство и удовольствие в принципе как бы это достаточные цели для того чтобы их выполнять улучшать базу улучшать своего персонажа прокачивать своего персонажа ходить дальше на рейды уничтожить больше противника и так далее ну вот как знаешь в чем цель игры в кс гол побеждать побеждать других понимаешь побеждать и бить победителем цель у этих игр такая по сути такая же как в пабге то есть ну цели 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 идентичны по сути есть игры здесь есть кстати сюжете да то есть квесты и так далее как бы не знаю полноценный сюжет здесь будет какой-то или нет но есть квесты которые ты можешь выполнять цели задачи соответственно поставленные ими это тоже достаточно интересно вот как бы игра про то что про про то чтобы побеждать в первую очередь ну и про то чтобы ставить себе задачи и выполнять их насколько грамотно ты это делаешь все достаточно такое к таким играм обычно спортивное должно быть отношение то есть улучшаешь свои навыки выживальщика здесь до опасности правда еб твою мать все выходим отсюда у нас четыре минуты с тобой остается значит вроде никого нет уже на этом рейде мы с тобой перебили огромное количество здесь чела ботов ботов в основном ботов мне кажется в этой катке у нас получилось вот соответственно проблем нет не должно быть потому что все чувакашники скорее всего уже вышли поэтому можно бежать и раздавать лут как говорится получать от этого безумное удовольствие я никого не вижу петушенчиков нет никого и ничего братья мои и сестры в округе не видно 45 44 43 42 фул рейд ребята фул рейд как бы давай-ка отдачу качнем никто не идет никто не идет брать моей сестры вот тебе полный рейд посмотри-ка полный рейд мы с тобой мне интересно сколько и убил 9 8 10 15 очень интересно на самом деле потому что очень много противника как бы было 6000 экспы так значит 1111 писан древность 11 пиписочек теперь значит скидываем всю этот весь этот лут здесь тысяч на на 150 может быть на на 250 где-то так не так много но зато много удовольствия это самое главное древральное мероприятие по уничтожению боссов секретная беста поехали прием-прием это я отец шумора значит в поисках новогодних игрушек поисках новогодних игрушек накажусь на развязки поздней поздней ночью знаешь понял что у меня елка не наряжена знаешь-то новый год на носу как говорится новогодних игрушек мало задача значит найти новогоднюю игрушку и уничтожить ее найти новогоднюю игрушку и засунуть себе в инвентарь меня интересуют шарики-хуярики также соответственно ищем с тобой килу и ищем за седунов чвк это наша с тобой задача здесь и сейчас я ничего не слышу я ничего не слышу а рейд только начался я ни хрена не слышу брать моей сестры я ни хрена не чувствую значит дикого я полюбил очень сильно поймаешь слышу слышишь что это за это был килл это был килл а или не килл а привет давно лежишь брат чвкшник подъехал устал видишь устал говорит я устал говорит я играть говорит устал я сильно давайте маленькие давайте все по одному к папочке не вижу килл очка особо нет надеюсь моем друге чвкшники будет что-нибудь здесь то есть кто-то рядышком со мной кто-то хочет удовольствие получить как слышь блять дать нормальная песня я хорошо спел между прочим смеется он надо мной неплохой молодой человек здесь лежит сладенький ну маленький всякий значит делаем вот так вот чувак морфи водичку все на быстрый слот что ли ставил тихо угомонись еще придут неинтересно спокоен какой хороший ты понимаешь какой какой сексуальный молодой ой ой вот это я понимаю это понимаю если там кило вот это вообще одна это вообще явно брать мои сестры только только боссы болтают соответственно языком как говорится только боссы болтают языком нем 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 он ну точнее не болтают языком а стреляют в тебя пиздят и стреляют если ты дикий так вот все раздета надо прочекать ситуацию значит сделаем вот так немножечко дохилим ся ситуация крайне опасная понимаешь неизвестно кто еще подсиживает нас с тобой может этот брат чвк-шник был соответственно не один а с другом а друг сидит на противоположной стороне в магазине и пасет меня дробашка конечно непонятный мне не играл с такими дробовиками голышом парень остался посмотрим чего тебя главное не торопиться выходить на открытые пространства в этой игре потому что надо послушать неизвестно кто еще рядом понимаешь кто еще нам пасева здесь устраивает какая мартышечка рядом как говорится значит такими ты патриками доходишь не знаю ребята кто специалист по дробовикам и патроном я не играл с ними особо нормально он вообще загирился дрючится или нет так так с рукой херово у меня мне нужно cms к либо surf нашу неизвестно кто еще здесь просто ну здравствуй я убил кило в яйца с дробовика за дикого второй раз мой второй кило с дробовика за дикого в яйца в яйца так 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 у кило могут быть дорогие патроны жалко кило cms к собой не не носит так 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 подожди вот так вот сделаем и бежим отсюда нахер почти полон т-45 м т-45 м дешево это или не дешево вот чем вопрос так главное выбраться братишки моей сестренки главное выбраться и не отдать свою маленькую вонючую жопу кому-нибудь на пропитание слушай ну это эпично это миллион тысяч лайков достойно просто это пиздец это мой второй босс с дробовика за дикого понимаешь второй босс с дробовика за дикого это просто что-то невероятное ты понимаешь я дал ему шот прямо в яичке прямо в его маленькие вонючие яйца понимать видимо это секретное слабое место босса то есть но смотри он реальный пацан да то есть он в адике с охуенным шлемом сказкой да пацану стреляют в яйца естественно пацан загибается до любой пацан которому стрельнут в яйца загибается яйца это самое опасное место у мужчины то есть яйца это я яйца лесового питом любого мужика понимаешь и я отстрелил кибе кили яйца я отстрелил яйца боссу сваншота вот это я поймаю она да я поймаю там чвк-шник от кислин я не знаю от него не от него но как бы чвк-шник от кисулю получил рядом соответственно видимо все таки его прижучили либо свита вот это свита у него как бы не очень у киллы получается да да 4 бомжа там или сколько там было и все я не думаю что здесь кто-то еще есть а вы еще и мэри крисмас а вы еще и мэри крисмас а вы еще и мэри крисмас и это называется языка фон ну ладно я просто рад понимаешь это вот минимум на 800 тысяч лап карта на 200 да ну сту стоит 100 160 200 ты можешь ее продать далее шлем 150 кассиков чистыми 300 350 тысяч плюс броня нем 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 три с три соточки три соточки 280 600 тысяч 600 тысяч плюс плюс оружие и плюс неизвестные патроны насколько они хорошо шарандашит как говорится ну и плюс по мелочи понимаешь 800 700 700 800 тысяч просто с куста понимаешь мы с тобой срезаем за дикого понимаешь не рискуя своим гиром ты чувствуешь да ты чувствуешь сексуальность происходящий напиши шумуру я чувствую сексуальность происходящего шумуру да это охуенно вот это вот это да вот это мой второй босс дробовика ты понимаешь дробовика понимает не с какой-то херни а с дробовика ты понимаешь ну я знаю что ты понимаешь я знаю что ты понимаешь вот это да вот это хорошо было это хорошо было но зато теперь мы знаем с тобой похоже секретное место босса киллы это его яйца да нужно будет протестить это еще раз мне кажется это его яйца все-таки так значит вы не merry christmas и динды 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 диди динды и пенью и так 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 здесь у меня ничего нет так 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 немним ням 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 Это вещь нужная, как бы. Вот, гранатки я продавать не буду, продавать не стану. Ну-ка. Ха, лошара, 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 его убил Кила, его убил Кила. Он вышел, как говорится, неловко, да, посмотрел на Килу и получил от Кисулю, значит, этот мальчик, молодой, как говорится, супер-боец, герой. Но, тем не менее, так, значит, давай-ка посмотрим на это дело. Давай-ка мы вынем патроны. Вы еще, подожди, сейчас. Выйдем из рейда, как говорится. Слушай, ну, это безумный кайф. Это безумный кайф, я получил безумный кайф от того, что зашел вот так вот, как бы, хотел вообще найти игрушки, понимаешь, по возможности Килу как-нибудь его отстрелить, да, ворваться, как говорится. И у меня это получилось, понимаешь, нужно всегда представлять события. И сабы, ай, хуеть, 60 рублей патрон. Патроны в этот раз, к сожалению, я скиллы особо не продам. Бронечку, бронечку. У механика чинить смысла нет, там слишком небольшой шанс, шанс, небольшой плюс прока. Поэтому делаем вот так вот, вот так вот. И, так, подожди, где у меня? Вот так вот, вот. Вон. Два шлема за дикого, которые я снял, соответственно, скиллы. Так, починим забрало, как говорится. Ну что, секс? Мне кажется, секс. Первое января 2020 года! Ну что, братья мои и сестры? А вот и первое января. Я вернулся, значит. Как ты понял, события этих двух, значит, эпизодов, которые я тебе показал, я записывал прямо перед Новым годом. Ну а теперь к сейчасшним нашим делам, как говорится. Во-первых, спасибо тебе за лайк. Мне кажется, это было офигенно. Мы с тобой уничтожили килу, мы с тобой получили удовольствие, знаешь. Сегодня мы перейдем к убежищу. Итак, знаешь, что я понял про убежище в Escape from Tarkov? Это самая важная, наверное, часть по прокачке твоего персонажа. Сейчас у меня строится библиотека, которая даст мне прокачку группы умений практически. Дальше у меня строится воздушный фильтратор, которая даст мне прокачку группы умений физически. Плюс 40% я буду быстрее прокачивать своего персонажа. Соответственно. Также биткоин-ферма у нас с тобой работает. Четыре видеокарты, которые у меня есть, сейчас производят биткоины. Можно вставить 10. Улучшить эту биткоин-ферму можно, соответственно, до плюс 15 слотов. Но столько видюх у меня нет. У меня вот четыре видюшки только здесь торчит, как говорится. Четыре видюшки и, соответственно, биткоин-ферма у нас с тобой пашет. Как бы и работает. Вот, значит, что я придумал? Я не включаю свет, лампы дневного света в своем убежище, чтобы экономить электричество, да? Как ты видишь, многое уже вкачано на третий уровень, соответственно. Убежище стало достаточно такое чистенькое, да? Чистенькое такое красивое. То есть, в нем есть секс, как бы. Оно чистенькое, хорошее. То есть, вот так вот это все выглядит у нас достаточно красиво, эпично. Вот. А что-то четвертого уровня, что-то третьего, но многое прокачивается. Так вот, значит, я решил экономить и... Блин, 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 что я наделал? Подожди, ай-яй-яй-яй-яй. Я, значит, не включаю больше света для ламп накаливания, чтобы у нас было меньше топлива, жралось, как говорится. Я не знаю, работает, влияет ли это на топливо или нет, поэтому напиши мне. Вот. Также на верстаке я сейчас занимаюсь производством 995-х патронов, да, с которыми хожу в рейд. Где они, вот, забрать. Требуют они, соответственно, снаряд, да, ОФЗ и вот такой вот порох. Каждый патрон стоит 1000 рублей. Но так как я их сам, соответственно, использую, поэтому я делаю вот таким вот образом. Я просто, соответственно, по дешевке либо нахожу снаряды ОФЗ, покупаю порох и, соответственно, произвожу снаряды ОФЗ. Вот столько шаров у меня подготовлено для того, чтобы сделать новогоднюю елку. Новогоднюю елку я, к сожалению, в убежище еще не сделал. Раньше их можно было купить на торговой площадке, но потом разработчики убрали эту возможность. Соответственно, сейчас купить, к сожалению, нельзя. Купить, к сожалению, нельзя, да. Вот, поэтому сейчас мне приходится ходить на вылазки за шарами. Вот такие дела. Вот такой вот Новый Год. Посмотрим, что будет дальше. Не забывай въебать мне царский королевский лайк, если хочешь еще Escape from Tarkov на канале. Пиши, что думаешь. Мы увидимся с тобой на новом видео. Желаю тебе счастья, здоровья, хорошо проводить праздники. Увидимся, получается, завтра. Пока-пока. Целую. Субтитры сделал DimaTorzok